кстати я забыл совсем я получил черенки посылки это наследие это наследие Татьяна Александровна ноги мне пришел один из тех кто живет рядом у меня к сожалению так как уборка есть уборка разорванный разорванный конверт с фамилией тютю а у меня же памяти нет я так и живу одними эмоциями и получается я прошу отозваться от того кто мне прислал эти черенки потому что я не люблю быть долгом отзовитесь пожалуйста я уверен что вы меня слышите Татьяна Александровна ноги так добрый вечер пришел один из тех кто живет рядом Казахстан рядом у меня к сожалению так как уборка есть уборка разорванный разорванный конверт у нас вот та крайность украинность около нагляд с буранами кстати про я сегодня не успел уважаемый алтайцы одними эмоциями житель Алтая но у вас там есть фирма которая так я еще продаю черешни априкосы правда опять я встретил мою фотографию фотографию нашего этого великого садовода так как я быстро старею как я старею да 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 ну вы знаете как я говорю про абаканцы так вот значит будем разбираться кстати про как они сегодня не сделаны где на Алтае может быть город они не в зоне Алексей где у вас там есть фирма где у вас на Алтае такой роскошнейший сад который у меня еще по моим понятиям его там нет вот но я же могу ошибаться ведь годы идут кто сказал что я первый или там второй вот никто такого не сказал значит что получается получается что там вполне может быть уже такие чудеса расти вот обращаюсь ко всем алтайцам давайте помогайте найти найти этот самый насходится он кстати в горнолтайске пожалуйста давайте ищите может я по это самое наоборот прощу то что они фотографию набрали вот с интернета мои а вот байкалова вот так ижевск и Иркутск Иркутска большое будущее но это благодаря вот Марина Кудина вы меня наверняка слышите пожалуйста там не успел я показать ни ваши фотографии ни ваши роскошные какие вы вырастили сеянцы абрикосов вот это просто чудо я вами даже горжусь ижевск как груша относятся к соседству сосны и другими хвойными хреново относятся к соседству во первых сосны и другие хвойные им в основном это они затеняют очень сильно их же не остановишь рост ну допустим наши сосны это шесть этажей попробуйте как надо отступить к грушу чтобы когда посадили то и то пройдет время она окажется в тени даже если она в десяти метрах поэтому сосны это серьезные это как бы не друг не этот сам не сожитель а конкурент поэтому аж если брать с того что какая почва да хвойные любят супи песочек и груша она не боится этого поэтому если допустим спирите сосну извините за страшное слово спирите сосну и посадите грушу то она будет чувствовать себя комфортно но я вам этого не говорил пусть сосна растет у нас и так много земли брошены так 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 соликамс минус сорок с этой минус пять ну вот теперь уже не знаешь что и говорить что и думать соликамска это же я понимаю где-то урал по моему западный урал где соль добывали река кама да в тех краях ну слава богу такие минус сорок это разовое обычные деревья нормальные деревья если их не калечить знаете эти все равно вот сколько их тысячи тысячи они сошли с ума или я сошел с ума но я говорю любая рана на дереве снижение морозтойкости почему они об этом не знают я до сих пор понять не могу вот а когда дерево безранное ему с минус сорок переносят короткие переводы ну день два три как правило не сказывается так так санкт-петербург москва так городничный плюс два о боже так братск минус двадцать шесть ну потепление оно коснулось Иркутска тоже Иркутскову себе веду там где я вам показывал как-то уже полносящие абрикосы это прямо на берегу незамерзающие армары это здорово вот поставили плотину ниже не замерзает вода чуть-чуть сглаживается смотришь и абрикосы мы ее там уже плодоносит так кто более светлолюбил груша абрикос или слива значит груша и абрикос они как сказать они не любят в общем если их не трогать да не трогает и главная задача с помощью довольно плотной кроны я по порядку груша пока более плотной кроны добиться того чтобы вода не калечила штамп и основание штампа и корневую шейку то есть не гнила так абрикос он еще с более сухих мест и у него получается крона раскидистая потому что его солнце надо а корень у него этот стержневой ему надо довольно добраться у них немножко в разных условиях были и получается когда видят что абрикос он такой более разлапистый им кажется что и как бы голенастый им кажется ой будем сейчас отрезать верхушки отрезать одну треть у него выбросить новые побеги уже ближе к сериотке будем загущать потому что вот он голенастый они не знают простые вещи что абрикос он очень быстро у него плодушки отмирают или отмерзают или просто отмирают он из-за этого становится этим самым голенастым таким ну представляете метр полметра голый ствол торчат плодушки но нет не то что не плодносится даже листиков на них нет они как бы мертвые но отрезать их все равно нельзя это я вам говорю вот получается они слово светлолюбивое обозначает что ему нужно чтобы свет пронизывал полностью вот а это перед деревьями такая задача не стоит ни перед грушей вот она загустилась значит и должна быть загустена свет она тоже любит но ровно столько сколько попадает на загущенную крону абрикос бы тоже был бы загущенный но дело в том что у него особенность груши крепче эти и дольше плодоносят плодушки а абрикос годик и умерла и нет смотришь штамп голый это к тому что не бывает абрикосов колновидных да и боковые ветки тоже смотришь на них появились абрикосы а на следующий год как правило уже голый а плодоношение и продолжение рода приходит дальше им кажется ой абрикос какой он голеностый как это неправильно а это север ну не забывайте где мы живем для нас это нормально просто оставьте его в покое больше ничего не надо вот не задавайте вопрос по отношению хотя бы к грушам абрикосов слива сливы они настолько разные есть несколько классов мы сейчас не будем давайте я про сливу пока ничего говорить не буду почему но мы поговорили про абрикосы много про грушу не все но уже много сказал так сможет на следующий раз закончим грушу сегодня даже подступиться не успел ну устроил тут митинг вот и получается что по сливам уже на отдельный разговор сливы венгерки и сливы линклоды они настолько разные такое впечатление у них вообще ничего общего нет уж назвали бы одну сливу а другом каким-то другим словом так же как вот войлочная вишня она и вовсе не вишня войлочная вишня это слива еще один вид сливы но не совсем слива но ближе к сливе вот так вот про сливу будет отдельная тема тогда и будем говорить одно надо более святолюбивое другая менее одну надо загущать другую надо ну как загущать не трогать когда она загущается а другая посветлее и не трогать потому что она светлее вот и все весь мой такой обтекаемый ответ так архангельск насчет болезни я когда слышал что груша рядом с сосной болеет она и без сосны болеет это все все тоже я вам покажу изувечит дерево до такой степени уже некуда дальше уже все и говорит вот грибы будем бороться и показывает десять флаконов а потом берет тряпку и начинает мыть дерево замечательно а потом огромная рана так а ее не видит от перила толстую ветку толщиной с это с бицепс я вам покажу это так страшная открытая рана и тут же ее билет и говорит морозобоин будем защищаться вот идиотизм до того степени что вот слов нет уже куда уже уже не знаю я вот и получается груша рядом с сосной болеет а не было бы сосны наверняка болело бы так же ну и понятно я же говорил конечно сосна забьет грушу рано или поздно у меня вон абрикосы яблони забили добрый десяток выпилил куда деваться то полная тень стопроцентная кто более морозостой кусурийская груша китайская слива или мазурская абрикоса знаете чтобы это определить их надо переместить вот как раз Багучанский район на 700 км север вот может еще куда то я добился того что те не замерзают кусурийские груши не знакомо не замерзание не даже подмерзание китайский слив не знакомо не замерзание не подмерзание что тут еще мазурский абрикос не замерзает не подмерзает теперь урожай у всех бывает периодически допустим как то было чудо какое то что гусурийские груши когда я еще там в заброшенном лесу там их было так мало я думал уж такого быть не может и то как ты на них подействовал замерзок сильнейший вот а так в принципе я одно знаю я условия выдержу те 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 а по принципу вот знаете как бегуны один 100 метровку за 9,9 пробежал а второй за 9,99 пробежал разница в одну сотую сантиметра а одну сотую секунды кто из них и тот выдающийся этот бегун и тот выдающийся разницу не могут установить визуально приходится только по приборам визуально невозможно так и тут черт тебя знает кто из них но я понимаю так что если добавить что они уже здесь все адаптированы так у них еще есть запас прочности ну а дальше повторяюсь сначала я не буду если бы не изучали синус и кольца мы бы сейчас вебинар не смотрели а вы сами упоминаете геометрическую прогрессию отдельная тема для разговора знаете это геометрическая прогрессия вы сейчас 100 девочек остановите ладно бы они это самое уже были бы готовы к материнству вот умели пеленать умели готовить умели это самое все умели делать это ладно но как бы им если бы даже знали геометрику как бы она им помогла в жизни это раз а второе 100 человек установите если хоть одна из них помнит об этом значит бутылка коньяков раз меня вот понимаете вот я остаюсь при сравнении так теперь вот это я вопрос не понял знак вопроса так Сергей Сталинград привет Сергей я по вам соскучился у нас плюс 4 и плюс 6 но весна и только ну знаете вот я сейчас зацепляюсь за ваши слова вы понимаете что в чем проблема меня особенно ленинградцы и москвичи долбят и долбят ну не порали а некоторые же у меня черенки купили а некоторые посадили не посадили а ну кто то ладно кто то взял и посадил тут шансы неплохие это уже как сказать полу искусственное у меня все таки они с лета с осени в холодильнике лежали пусть даже сухие но это все равно хоть какая то старификация раз на холоде а здесь то получается меня задают вопрос ё-моё а я не знаю как ответить вот но отвечаю так хотите все таки прививать ждите все таки марта южане и апреля ждите северяне а то сейчас напривайте на свою голову вот это весь ответственное будем пока ждать вот хотя конечно ничего хорошего я вам не сказал было бы у вас побольше подвоев больше бы черенков я бы сказал прививайте тогда руки сейчас полный час потому что можно угадать потому что впереди лето а можно не угадать вернется зима погибнет а потом опять второй раз второе просыпание деревьев будет вот и тогда привьете второе просыпание после цикла опять похолодания ну там минус может даже до минус двадцати в той же Ленинграде в Москве может быть и минус двадцать впереди что такое февраль то все начался только поэтому яйца в несколько корзин рисковать сейчас или ждать это на ваше усмотрение но я бы сказал подождите так уважаемые персик на корневую отводку как это может повлиять на вкус и цвет никогда не думайте про вкус и цвет запомните и вот первый вопрос я уже ответил считайте что отвечаю четко и понятно персик персик не можно прививать на корневую отводку на корневую отводку куда она идете туда тычьте хоть на какие отводки хоть на сливы хоть на волосы вишни, на абрикос, на тёр, на лучу, где увидите, туда и тычьте. Вот, вот это. Не надо такие вопросы задавать. Теперь, как повлияет на вкус? Плевать, как повлияет. Персиков не кустых не бывает. Мои персики пробуют, говорят, аромат невероятный, да, с кислинкой. Но половина людей имеет пониженную кислоту, и без кислинки прожить нельзя. Вы что думаете, почему на столе селёдка, почему на столе у людей с солением, не только варенье, но и с солением? Да потому что это всё нужно организму. И когда человек мои персики не ест, а жрёт, 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 вот. И только после 20-го, говорит, кажется, кисловатая, наелся. Нашли, чего бояться. Какой не будет, такой не будет. Вот, влияет, влияет, но не так, не до такой степени, чтобы испортить вкус. Вот мой ответ. Влияет, межвидовой прививке, но никогда не испортит вкус. Так что его не будет есть. Надо гордиться самым фактом, что персик в вашем саду. Зайдите тут же, про эти 50, 100, 500 километров. Зайдите в этот, в научительный институт, зайдите в ближайшие, их сотни до сих пор, в ГСУ. Вот. И сравните ваши персики, вам посмотрят, вас как не идиоты, скажут, какие персики. А что это такое? А, персики! Вот так вам ответят. Могу ли хранить черенки вишни для прививки к клубни картофеля на улице, если температуру не выпускают? Я не пробовал, не знаю. Вот. Логически рассудить, что надо, чтобы этот, если просто отвлечённо, как я привык уже. Вот. Если не пересохнет и не проснётся. А что-то, одно из них обязательно случится. Или пересохнет, или проснётся. Поэтому я за стандартное хранение. Не опасно ли поливать черенки вишни, если на них есть мох? Если на них мох, а что такое-то? Мои? Нет, вы, наверное, имеете в виду деревьев, которые на грани гибели, да? Только на таких деревьях есть мох. И вы хотите черенки. Ну, чтобы спасти какой-то хороший сорт, попробовать можно. Вот тут уж действительно, я вам ещё не показывал, как они ножовками, щётками по металлу, сдирают мох. Представляете? Ножовками, да, пилками. Щётками по металлу, да. Вот. До такой степени. Но, если вы протрёте капитально, какой-нибудь там жёсткой тряпкой. Вот такой, не сильно мягкой. Попробуйте привить, может, вы спасёте. Просто я не знаю, какой степень на них мог. Мёртвая она ещё, живая ещё. Пробуйте. Так, а вот я расшифровал коннесадок, где я уже постарался и сделал зимнюю обрезку. Ёп. Ну, зимняя обрезка ещё не сразу умирает. Зимой дерево спит, оно легче переносит то, что я называю анестезией. Для нас зимний сон – это анестезия. Поэтому зимой-то над ними издеваются, как хотят. Вот когда его летом, да. Помните мой прикол? Всё в плодах, а ветка, по теории, полагается отрезать. Ну, зимой. А вы летом её отрежьте. Когда на них куча плодов, ни одной ранки, ни одного больного листочка. Вот. На них грозилися от плодов. Там яблок, груш, слив. Не важно чего. Абрикосы, пёсики. Вот тогда заставьте их отрезать. Зимой-то чё? Кажется, всё голо, пусто. И ветка лишняя не нужна. Так, как всегда, огромное спасибо. Пожалуйста, Надежда. Так. Добрый вечер, Мурманск. Ура. Так. Я плевал с севера на юг. Груши, абрикосы, сливы. Так, ну, это самое. Север на юг. У нас пока всё идёт с юга на север. Север на юг. Это считанные задоводы, все любители. Я это... Потому что... Ну, может, я не совсем понял вопрос. Север на юг, допустим, если это вишня. Ну, возьмём... Головная боль, потому что я буду вишней больше переживать, чем за прикосы песен. И то, и то я вроде бы чужеродный. Вроде не для нас. Чуть ли не цитрусовая культура. Чуть ли не это... На раннюю фантастики. Вот. Это может быть и правда ещё не каждому дано. Но вишня-то, вишня-то. Она и на север-то попала. Я же думал, что кто-нибудь здесь приучал. Какие-то заумные учёные. Кто-то привёз косточек, а кто-то пару саженцев, отводков корневых выкопал на терегу и на север, на север и на запад. То есть на восток переселение, с которым заплатили за это. Пообещали там лошадь да корову, да пару гусей. И он обязательно прихватывали, прихватывали. Откуда везли? Не чернозёмье. А что такое не чернозёмье? Это вишня. А и чё им понимать-то? Вот посадил её, а она растёт. Ну хорошо мороз. А были морозы ещё покруче когда-то были. И по 50-40. Сразу потепление идёт. Ну 50. Ну она взяла, замёрзла полный снега. Опять восстановился, опять замёрзла. А потом смотришь, полностью погибла. А смотришь, метр отводок пошёл. А отводок уже покрепче. О прокоске мы уже говорили. Так, теперь. Кто северный, 6-й широты? Нарисон, 6-й, 9-й. Я северный. Инна, неужели вы найдёте ещё северный себя? Так, ладно. Шучу, а то ещё обидите. Так, как садить северные груши, потом абрикосы? Это уже конкретно. Понимаете, всё зависит от склона. Северный склон, одно выше, другое ниже. Южный склон, теперь это выше, другое ниже. Это, это самое. Мы с вами это проходили. Мне нельзя повторяться, потому что это опять всё с начала начинать. Спасибо вам, неравнодушен человек. Дурдом какой-то это, наверное, ко мне. Ну, может, человек обиделся на меня за что-то, не знаю. И считает, что это у нас дурдом. А в школе всё в порядке, может быть. И в института всё в порядке. Вот только выпускники сады садить не умеют. Так, или это он всё-таки поддержал меня, называя Дурдом. Так, теперь. Дайте вашу оценку первичного секатора. Значит, я знаю, что такое первичный секатор. Я его держал в руках. Вот. Они, на основном, на одном принципе. Они могут быть там левое, правое, китайские, какие угодно называйте. Очень красиво выглядят, да. Стоят порядка тысячи рублей. Значит, на прививку они не годятся. Вот. Потому что прививать можно только острым ножом, который это самое режет. А они сминают. Вот это вот сминание приводит к тому, что, ну, как бы вам сказать-то. Вот. Вот. Вот к человеку вернуться. Допустим, это компутация пальцев. К человеку пальцы пришивают, да. Вот. Чем ровнее срез, чем ровнее срез, допустим, тем лучше придется палец. Ну, какой-нибудь кудесник, хирург, сошьет все эти желудочки, сошьет все эти кровеносные сосуды. Ну, не все, конечно. Самые крупные хотя бы. И вот уже хоть какой-то палец. Пусть он как сосиска. Все. Ладно. А теперь представим себе, что, ну, малый, вот представим себе, что тесоком его отрубили. Вот так и есть. А теперь представим себе, что этим сесоком отрубили, но тупой стороной. Он тяжелый. Рубанули так, что перерубили, сил много. Бах, перерубил. Но тупой стороной. Вот. И быстрее к доктору. Ну, могло быть такое, что тупым предметом пальцы перебило. Могло быть. И вот тут хватает пальцы в лед. Есть такая инструкция. Сразу мешочек с ледом, палец отрубленный. Или кисть. И к доктору. И прибегаете к доктору. Или там вас привозят к доктору. Он начинает шевать. И материться. И, скорее всего, ничего не получится. Вот. Я сколько видел рекламных этих, как-то, видимо, смотрите. С одной стороны, продана наверняка бешеная реклама. Десятка, то есть сотни тысяч. Так. Результаты положительных я не знаю ни одного. Это о чем-то говорит? Так. А отрицательные результаты покажут сами. Они в рекламных этих. Я целый фильм снимал про первые седажи. Есть у меня. Не на вебинаре, есть отдельный фильм. Я поиздевался над ним. Я могу эту тему поднять еще раз. Но это полвебинара надо. Почему? Потому что вот покажут, как они сросли. И это их говорит идеально. А на мой взгляд, это смертельно. Очень толстый слой калуса. А это не должно быть. Он же не обладает монастыркостью. Это, ну, как сказать-то? Сплошной шрам. Вот что это такое. Ну, и потом ограниченная возможность. Настолько ограниченная, что... Ой, даже говорить не хочу. Я только смотрю на эти, которые они... Рекламные их прививки. Результаты. Мне тошнит. А уж поверьте, мне не зря тошнит. Спасибо, что вы говорите на болезни. Не только вас это волнует. Все правильно. На одной волне. Так, сад, это прежде всего нравственная категория. По их так мало. Да не все нравственное, нет. Круг растет. Ну, тут я с вами не согласен. Не согласен. Садов должно быть много. Они... Это настолько. Вот, понимаете... И я не могу понять, как можно они вырастить сад, если избавиться только от нескольких редикальностей. Да. Я уже и страц. Пальцы на одной руке достаточно. Остальное еще и даже делать уже не так повредит. Ваш комбинар не только ответы на вопросы, а образование. Очень вам благодарна за создание и видение. Это Антонина Скугаева. Спасибо, Антонина, за поддержку. Что делать с абрикосом или спортом? Написали, что ты видишь на комбинаре. Ой, что мне делать? Вот, смотрите. Вот тут мы были, да? Нет, не тут мы были. А вот тут. Сейчас. А, исчезла вот эта сучка. Сейчас, скажем, не быть-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не знаю, Антон Анатольевич. Давайте я вам покажу, я отвечу на ваш вопрос. Он у меня есть. Но он там ниже, я до него не дошел. Давайте закончим с этими. С вопросами. Так. А потом я поищу в вашей фотографии и отвечу на вопрос. Надеюсь. Или, может быть, а нет, это целая проблема. Для нас в течение времена. Но потерпите все наше. Главное, что я вам скажу. Не трогать. Вот мои волшебные слова. Не трогать. А потом мы решим. А давайте вот эту веточку прервем. А давайте эту веточку не будем трогать. А эта сильно загущена. Отрежете. В руки отрежу. Ну, в общем, поняли. Так, идем дальше. Ну, только прошу вас не обижаться. Я и... Меня правда занесло. Поэтому только я не ответил на ваш вопрос. Хотя он был один из первых. Так. Где мы застряли? Вообще, был Нимир. Я надеюсь, что вы меня опросили. Звук двоится. Хотя, но зависло. Так. Архангельский минус 30. Ну, вот, пожалуйста. Африка. Африка. Привел на грушу 5 сортов. 3 года назад уже был рожай. Так, Андрей, Андрей, Андрей. Нет, это не Алексей, который вот такой же результат. А, на грушу 5 сортов. А то у нас Макаров, тот волшебник на яблоне груши научился прививать. Так. Оценку на жу уже, по-моему, было. А вот Шусялин Максим. А во второй раз вопрос этот задали. Я сказал, отрицательная оценка. Не вздумайте покупать. Потеряйте годы. И ничего не добьетесь. Сам принцип порочный. Прокомментируйте и заявляйте, сколько клоновые подвои повторяют необходимые качества. Сельцы могут их потерять. Клоновые подвои. Это дело в том, что они имеют свои преимущества и достатки. Да, клоновые подвои, но он используется как подвои. А если вы сделаете клоновые прямые, не прямые, а просто вырастите не как подвои, а как они собственные. Вот, допустим, палку от клонов на корни вырастил, а потом плоды. Вот тут, действительно, скорее всего, потеряются свойства. А сельцевые, вот, могут их потерять. Они могут их потерять, они могут их изменить. Я все время говорю, знаете, что такое север? Вот важнейший вопрос, важнючий вопрос. Понимаете, что такое север? На юге. Вот. Я беру, допустим, абрикосы. Два самых крупных абрикоса. Ну, например, там, королевские, допустим, какое еще? Я имею в виду Европу, да? Ну, там еще какой-то из европейских сортов. Вот, допустим, маньков или, допустим, дар небес. Два крупноплодные. Так? Возьму косточку от их супружества. Вот два дерева, опылил, отдал косточку. Вот. С чего он будет хуже? Он не будет хуже, но он может замерзнуть, потому что у нас Сибирь. Или у нас Урал, или у нас Алистов. Понимаете? А если его опылил, допустим, Маджолис или там Амур под кровью сорт, то в перспективе он, может быть, плоды будут померзче, вот то, что вы говорите, потеряет. Но зато не замерзнут. А так как чаще замерзали культурные, а оставались эти, те, которые опылялись более скромные, а были папы, в результате сложилось мнение, что теряют. А это только из-за статистики. Уловили смысл, надеюсь. Что понимали меня? Так. Не теряют, а меняют. Я живу в Занне, Подмосковье. Села Ис-2, святой Маргаритки. Ну, мы это видим в процентальном телевидении. Ой, что творится. Так. Зачем резать при посадке Сады Сиалова, если Садим поздно осенью, и говорит, активный, и вперед закончился. Да он-то закончился, но он закончился для вас, а для Деева нет. Говорит, посмотрите. Вот поздняя осень, а вы, допустим, видите, чуть дольше. В середине декабря все лазер было. Не закончился. Не закончился. И вот эти вот жалкие корни, особенно, вы где Садин Сиалов не собираетесь брать? Например, на рынке. Вот. Я уже показывал. 8-20% надо отрезать. Не треть, как я говорю. Я говорю, для нормальных деревьев. Треть весной. Половина осень. Ну, это цель, это когда человек не хочет задуматься. Нет своего опыта. А с рыночного, 8%, то есть 2-х метров вы берете, допустим, метр 50. Это нормально считается для продажи. А корней там чуть-чуть. Дайте, когда вы оставите сантиметров 20-30, остальное отрезать, дайте мытье Бога, чтобы там оказались почки Ростовая, и он все-таки вырос. А так поставили, он так и помрет. Вот. Я понимаю, чисто морально это очень трудно. Тем более, что рану делали. Я говорю, не режьте, но я говорю, научитесь выращивать семечко. И тогда у вас никогда не будет этих ран. А впереди выросли не просто так. Потом надо брать количество. Вы посмотрите. Мы сами меня зацепили за живое. Смотрите. Вы, допустим, сращиваете 2 дерева. Они совершенно разные по характеру. Одно раньше цветет, другое позже. Я не говорю про морозтойкость. Мы из-за морозтойкости делали при реке. Первую осень, так же? Второе, чтобы раньше заплодоносили. Берем с дерева прибой, ну и так далее. Не хочу повторяться. Но главное это, главное это. Мы это, получается, что мы сращиваем 2 дерева. Я смотрю, подвой влияет на форму кроны, на скелет. Вот. На размер листьев влияет. Пусть и наука говорит, что это инвентативный гибрид. Нет, нет, пускай. Но влияет же. И тогда получается как? Влияет по-разному. Где-то подвой над привоем победил. Где-то привой подвой. Где-то это, семечка тоже разная. У них каждый свой характер. И получается, сделали 10, 20, лучше 50 привеем. И у вас, получается, заморозки. А они еще не свели. А другие попали под заморозки. Ну, из 50 деревьев, половина, это пусть 20-30, как вот у меня, допустим. И все в плодах. Я не разорился. Я сытый. Морда, видели? Вот еле в окрасе лазит. Это потому, что у меня это урожает почти каждый год. Вот так вот. Пожалуйста, поймите это правильно. Берите количество. Вот. Разнообразие. И только так можно что-то добиться. В один год одни хороши, потому что была ранняя весна. В другие годы другие хороши, потому что было теплое лето. Зима. Или там жаркое лето. Или там, наоборот, дожди шли. В общем, ваша задача иметь разнообразие, разнообразие, разнообразие. Вот. А то получается, это, ну, как сказать. Вегетативный период закончился, но он закончился еще неизвестно когда. Может, вообще до сих пор не закончился. Поэтому вам нужно, пока не появится свой опыт, лучше из двух ветвей выбирать одну. Сильная обрезка при пересадке, чтобы корни нарушенные, корни не больные, ну, искореченные, капитально обеспечили питьем нижнюю часть дерева. Не верхнюю, никаких штампов, а нижнюю. Та самая, которая прижмется к земле, которая благодаря тому, что вы отрезали верхушку, распластается понад землей, и ее не сломает ураганный ветер. Ну, и дальше 65 вебинаров повторять не буду. Фух. Как мог, ответил. Хорошо, если убедил. По вашей рекомендации я побывал в саду, так и поэтому. А вот, Синофонда Владимирович, это вы мне прислали? Эти черенки, как я понимаю. Ну, так получилось, извините. Эти, это самое, ну, разорвал, посмотрел, а потом смотрю, а ее нету, она уже где-то унесли с мусором. Ну, так бывает, так что мне нужна ваша, вся информация о вас, я вам, вот, я вам ссылаю, я не милость, два каталога, по семенам и по черенкам. Пожалуйста, жду от вас заказ. Вот, я ценю благородство. Вот, теперь, значит, если меня слышат Елена Александровна, вот, и Сергей Железов, это надо спасать, в прямом смысле спасать. Это наследство Татьяны Александровны, покойной моей подруги, которая совершила, как сказать, чудо просто совершила. И эти черенки, это продолжение этого чуда. Вот тут вот, вот так вот я благодарю вас, Владимир. Жду от вас заказ. Так. Ну, Шушинская-то рядом, поделиться с черенками с вами. А вот пришлю. Подождите, черенки вы, это, поделились или хотите поделиться? Или это не вы прислали по ссылке? Будем разбираться, только уже потом отдельно. Так, весной хочу приводить груши, но подвоем мало. Временно хочу приводить на взрослый дерево груши. В 17-15 лет, по сравнению, какие ветки нижние, средние, верхние, верные, верные выборы. И какие ветки должны располагаться вертикально или горизонтально. Чем, ну, горизонтально, это уж, конечно, перебор. Все вертикальные ветки, почти вертикальные, задействуйте. Толщина, посмотрите. Толщина бездинца до толщины большого пальца. Все это пускайте в дело, лишь бы у вас переводих хватало. Удастся 5 переводить? 5. Дерево взрослое. Удастся 15? 15. Хоть 30. Чем вертикальнее, тем лучше. Так, нужно ли переносить семена, которые цифрифицируются в теплое место? Когда сроки, срегацы походят к концу и держать погребы, пока не прожатут. Погребят до самой высадки. Вот. Попадет в теплую грядку, сами разберутся. Провоцировать их не надо. Так. Ну что, по-моему, все. По-моему, все. Ну и нормально, если так, хорошо поговорили. Никто меня, в общем-то, не послал за мой этот митинг. За мои эти сравнения с дурдомом школы. Вот. На самом-то деле, все еще хуже. Мальчики сидят, это, в постели. И вот. Половые органы не развиваются. За компьютером не развиваются. За школьной партией не развиваются. На улице не бывает. Вот. Дальше туалеты не ходят. Вот. Половая система не развивается. Та, которая снаружи. Которая предназначена для этого. Стать мужчиной. Два-три поколения. И будет Содом и Гамора. Уже наступает. Погнали за Европой, за Западной. За этим дебильным воспитанием. До пяти лет девочки и мальчики не должны знать, кто они девочки и мальчики. С первых дней жизни. Нужна игрушка? Положил метры. На, тянись за ней. Стало я тебе на сфере как бегать. Вот. Кто быстрее бежит? К тому конфету. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Чтобы мальчик определился от мальчика. Это школа. А, не буду. Так, ну что, все. Мы закончили, наверное. Спасибо за вебинар. Пишет Евгений Городничин. Ну что, друзья. До свидания. До следующей субботы. Закончим с грушами. Вот. Отвечу на вопросы, которые я обещал, но не ответил. Спокойной ночи, друзья. А, и не забывайте нажимать на каталог семян Валерия Железова. Это вам тоже не повредит. Не повредит. Не повредит.